Пешеходные переходы Кроме того, также ликвидировали пешеходный переход на Советском проспекте возле дома номер 49 Погодные условия могут стать причиной многочисленных столкновений, об этом далее Улица Архангельская, на одном участке два происшествия Вот в ограждение врезался Меган Водитель показывает запись регистратора и рассказывает Был риск въехать в другую машину, уходил от столкновения, а закончилось все вот так Мужчина признается, сказались погодные условия, но из себя вины не снимает Ну, тут, наверное, еще надо было дистанцию побольше держать, чуть-чуть Ну, то есть выводы для себя такие? Ну, конечно, если бы, может быть, хотя бы плюс пять метров, так я бы даже не доехал по машине Я бы даже не уходил до сих пор А буквально через пять минут после этого происшествия на этом же участке еще одно Дорогу не поделили два внедорожника Тойота, один международник, который слева, он пытался пойти вправо, и не заметив Лексус, в результате Лексус цепанул Кто-то улетел, я стала его как бы чуть-чуть объехать, потому что вот, а впереди пробка Попала в лесу Я двигался по левой полосе, они стали перестраиваться Инспекторы ГИБДД оформили все происшествия Кстати, владельцу Мегана грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей за повреждение ограждения А следом инцидент на улице Волгучинской КамАЗ протаранил припаркованную на дороге легковушку Всему виной скользкая дорога Потихонечку поворачивали, надо было туда вниз проехать И машина вот так вдоль стояла И краны потянуло, потянуло потихоньку И вот своей массой туда ее затолкали Далее происшествие в северном районе Повреждены три автомобиля Как рассказали участники аварии, они стояли Дожидались зеленого сигнала светофора Как вдруг Это владелец Лады Приоры Вовремя не остановился Он врезался в Тойоту Тойота, в свою очередь, задела Ниву Инспекторы заподозрили, что водитель Приоры не трезв На чистоту, без обмана, давайте Выпивали сегодня? Стопочка была принята, да? Ну, алкотестер-то покажет, он все равно покажет Покажет, да покажет, но все равно Так что? Не знаю, там маленькая была Водитель прошел освидетельствование на месте Результат состояния опьянения установлено Следовательно, автолюбитель лишится прав А другим участникам аварии предстоит ремонтировать автомобили Тем временем у инспекторов новый вызов И снова в северном районе Водитель фуры повредил легковой автомобиль Не заметил и уехал Это зафиксировали камеры видеонаблюдения Я поворачивал Короче, заехали, все, нас запустили Радиус побольше, да? Взяли, чтобы заехать туда? Это нормально все Он туда заезжал Здесь, как можно достать машину Ахрана запустила меня Ну, короче, там вот выгнулся Стал под погрузку И еще там минут через сорок Вот подходит молодой человек Потом все же вину свою признал Участники решили оформить аварию по европротоколу Это лишь малая часть происшествий Которые попали в объектив нашей телекамеры Ежедневно инспекторы фиксируют десятки столкновений Сценарии аварий разные Но почти все объединяет одно ДТП могло вообще бы не случиться Если бы водители были внимательны И соблюдали правила дорожного движения Вопросы в нашу программу Можете задавать по телефону 578-555 Смотрите нас на сайте 35media.ru На этом все Увидимся во вторник Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова